Следующий урок называется Как добиться результата в любом деле Мне это нравится Как добиться результата в любом деле Принципы, которые помогут вам И вашей организации реализовать свой потенциал Евангелие от Иоанна 15.8 Тем прославится Если вы принесете много плода И будете моими ушенниками Прича 14.4 Где нет валов Там ясно пусты А много прибыли От силы валов Окей, нау А шом тут решидет Решидет зез А результатах А шом Неслышу Не слышу Решидет идет о результатах То есть Можно много бегать Много бежать Много суетиться Много чего делать Но при этом Не имеет никаких результатов Такое возможно или нет А пример Такого Где вы видели Такого Чтобы такое было Что можно много делать И не имеет результата Тут не идет о сангвинике Сангвинике Тут а сангвинике Мы уже закончили Тему сангвинике Допустим То из вас Уже работает Непрестанно Последние Сорок лет Вы работали Сорок лет Вашей жизни Или проработали Сорок лет Или тридцать лет Своей жизни Проработали Да Проработала Что-то не верится Потому что Вы молодже Молучше Пятидесят восемь Игрицы Сорок два года Сорок два года Проработали Сорок пять Сорок пять Где ваши якты На рейде На прикола Результат Что вы можете Я почему вам говорю То есть Есть люди Которые работали Тридцать лет Сорок лет И не живо Буквально Показать И ниши Работать А зачем тогда Работать Работать Вроде бы Принцип Чтобы она Что-то дала Или что Или просто Чтобы крутиться А я вам Хочу сказать Что Такие происходы В этом мире Многие Работают А почему А Я не работаю А чего ты работаешь А с ксель Какая А как Это ксель Хожу На работу Обязан Ходить Работать А что Тридцать лет Показать А что Толку Сорок А что Толку А как Это толку Я же Ажу Ажу А как И не А я сейчас Вам задам Вопрос А толку А ну как Сестра Сорок Ну как Вот толку Зажите мне Практически Я задаю Вопрос То есть Не то что Я вас Осуждаю Не то что Я на вас Наезжаю Просто Задаю Вопрос Нуждаюсь В ответе Или в объяснении А Ну толку А хорошо Кто мне скажет Толку Что у него Есть толк От того Допустим Что он ходит Или ходил Десять лет В церковь Кто мне скажет Поднимите руку Толку Вы мне скажете Какой толк С того Вот бабушка Тут поднимай Руку Я хожу В эту церковь Всего лишь Около двух лет Но вы не попадаете В категорию Где Где те Которые попадают В категорию О которых Мы с вами Говорим Я хожу В церковь Двенадцать лет Будет Двадцатого Ноября Я работала Совершенно По другой Профессии Сейчас Я служу Старшим Менеджером Духовного Не говорю Толку О девушка Там Я научилась Принципом Преуспевания Избавилась От долгов Ну я Преуспевание Настолько Может быть Успешно Но я считаю Преуспевающим Человеком Благодаря Принципом Которые Я изучала Я освободился От Бог освободил Меня от Вредных Привычек Бог восстановил Мою судьбу Еще с Юношества Вот Я тоже Я преуспевающий Человек Вот у меня Счастливая Семья Благодаря Тем принципам Которые За 10 лет А Я миссионер Я пастор Я служитель Вот И Я Отец Почти Я семьянин Через меня В нашей церкви Открылось Несколько Организаций В которой я была Президентом Одной организации Детской Потом Молодежной Участвовала Сейчас Семейный клуб Через семейный клуб Уже в этом году Покал 20 человек И Эти люди Уже Есть Служители Я Есть Депутат В нашей Миссской Рады Благодаря Тому Что Я Служитель Этой Церкви И Я Работаю Мисс Благодаря Нашей Работе Поднимается Уровень И Авторитет Церкви Здравствуйте Меня зовут Леся И я В церкви Уже 13 лет 13 лет Назад Меня Бог Сюда Привел С наркотической Зависимостью То есть Около 9 лет Я употребляла Наркотики И Сейчас 13 лет В полной Свободы И Эта полная Свобода Отображается В чем В 35 лет Я пошла Учиться В университет Международных Отношений Я на третий Курс Перешла Потом Я Являюсь Председателем Социальной Организации Жизнь на все 100% Которая Просто Дают Бесплатно Помещение В городе Все эти вещи Кстати Вчера Такое Помещение Мы Выбили Почти в центре города Просто Евро Бесплатно Все это Ну ладно В общем Купили уже Землю От этой организации У меня есть Стационар Женский Единственный В своем роде Наркоманка Такое Делает Ну Бывшая Наркоманка Конечно Бывшая Наркоманка Но это Только По факту Что Наркоманка Потому что Когда я На себя Смотрю Сейчас Со стороны В отображении Даже в зеркале Я даже Не верю Что я Такая Красотка Только Бог Может Делать Такие Вещи Раскрывать Меня Как Женщину Как Пастыря Как Бизнес Леди У меня Есть Свой Бизнес Который Развивается Я Серьезно Бог Меня В этом Поднимает В общем Учусь Жена В счастливом Браке Бог Подарил Меня Как Жену И Мне Подарил Мужа Ну В общем Супер И Все Идет Только В прогрессе Все Идет Только В развитии Только Вот так Будем С вами Разговаривать Теперь Вот Только Так Будем С вами Сейчас Разговаривать Только 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 Думай Сам Потому Что Мы Тратим Жизнь И За Эту Затрату Надо Что-то Иметь То Неверующие Люди Между Прошим Они Вот Так Смотрят Если Они На Вас Смотрят Вот Так И Вы Ничего Не Можете Говорить И Я Не Говорю Только И Знаю Что Бог Я Иду На Небо А Когда Ты Придешь На Небо Тогда Договоримся А Теперь Вроде Ты Еще На Земле Живешь И Ок Итак О чем Сегодня Как Добиться Результат Скажите Результат Результат Добиться Результат Результат Суд Не В том Что Вы Ход И В Стелку Не Что Толку Суд Не В том Что Ты Читая Библию Что Ты Тут Клыш Ты Слышишь Меня Или Нет Поэтому Как Добиться Так Чтобы Не Просто Чтобы Наша Жизнь Не Просто Была Перепонена Занятиями Но Деятельностями И Суетой А Чтобы Мы Могли Минимально Делать И Максимально Иметь Очень Интересно Вот Мне Говорят Очень Интересно Хорошо Если Интересно Давайте Тогда Разберемся Как Это Делать Помните Девушка Была Вчера На Помазане Или Позавчера Это Было Позавчера Воскресенье 21 Года 40 лет Еще Не Прожила И 60 Еще Не Прожила 21 Года И Причем Из Эти 21 Года Только Год С В Церкви Но за каждую проповедь прослышала. А проповеди там, и каждый из них по четыре раза слышал. И что вы думаете? Результат. Через год она уже других поднимает. Десять тысяч долларов в месяц это просто как бы, как она назвала? Пассив, да? Не зарплата. Это как бы нет, это пассивная. Она говорила, пассивная, да. И что помимо этого еще есть зарплата, да. Еще есть актив, помимо этого. Еще и ее бизнес разный. Это после года, потому что она здесь пошла. Итак, как не просто суетиться и бегать по жизни. Можно набегаться так, что скоро стукнет, семьдесят стукнет. Можно так набегаться, что уже лежать будешь. Поэтому как жить так, чтобы результат иметь, а не просто набегаться. деятельностями. Во-первых, тут в этой книге говорится о лидерстве. Как делать так, чтобы люди твои были результативными, плодовительными? Они говорят, первый пункт, надо делиться что-то. Надо, чтобы люди имели, владели. Я по-другому скажу, хорошо? А не здесь говорили. Нет, говорили. А не говорили. Нет, говорили. Люди делали что-то говорили. А я хочу говорить по-другому. Я хочу сказать, что люди могут что-то делать, и кем-то стать, когда владеют информацией. Скажите информацией. То есть, надо владеть информацией. Если выкатите, чтобы ваши люди достигли какой-то селию, дайте им сели. Поставьте им, задайте им селию. Дайте им информацией. Поделитесь, как это делать. Научите и обучайте им. Понимаете меня или нет? Это первый пункт. Второй пункт. Здесь еще говорится, то, когда вы говорите, даете информацию, как люди им это запомнить. Во-первых, авторитет того, кто говорит, понимаете, это пастор. Люди прислушиваются, когда человек, который говорит, сам результат. Когда он слышит, во-вторых, как запомнить, чтобы люди не просто вас слышали, а чтобы они пошли и сделали. Или вы сами, как вы можете делать. Когда вы повторяете, вы помните, девушка, она повторяла каждый проповедь по четыре раза. И здесь говорят, что наука уже доказала, что, чтобы люди купили товар, надо повторить восемь раз рекламу. Восемь раз. Люди должны слышать восемь раз, чтобы оно запомнилось. Это как все проповеди. Если будете слышать по восемь раз, тогда у вас будет достаточно мотивации, чтобы идти делать. Понимаешь, наверное? Следующее. Люди тоже слушают и делают то, что вы говорите, когда это практично, когда это с жизнью связано, когда это можно делать, когда это можно реализовывать. Тут написано уместность. то есть, когда люди, когда это соотносится к жизни, когда это практично, когда можно это делать, когда люди говорят, слушай, можно это делать, слушай, это кто-то уже сделал, я вижу, кто уже сделал. И следующее, люди делают то, что вы говорите, или вам хочется делать то, что вам говорят, когда вам не только рассказывают в словах теории, а когда вам еще и показывают практики на практике или демонстрируют нагладно, потому что люди запоминают 70%, когда показывают нагладно, не только, когда они слушают ухом, когда ушами слушают, только 10% делают, но когда вот это самое еще и видят, то они могут 70% возможности, что они это и сделают. Поэтому лучше покупать видеослужение, чем аудио. Следующее, как люди, то есть первый главный результат, главный помните еще, как люди могут не просто бегать по жизни, а плоды принести. Во-первых, главная причина информации надо владеть, помните, да? А потом мы говорим, как не просто информация, как информация не пошла пустой. Я вам дали эти пункты, да? А теперь, кроме информации, что еще люди могут иметь? Как мне не просто пустую бегаться, надо правильную информацию иметь? Помните, почему мы начали о деньгах говорить? Потому что мы имели информацию о молитве, мы имели информацию о постах, о вере, о чем угодно, духовное какое-то, пока мы живем здесь на земле. А потом мы поняли, что эти сами по себе законы не дают деньги, потому что, чтобы иметь деньги, надо знать законы, а деньги, законы денег надо знать. и поэтому мы начали давать институты, надо еще иметь правильную информацию. Правильно? За это мы говорили первое. Второе. Люди делают то, что им не просто рассказывают информацию, но то, что им показывают на практике. То, что им показывают на практике. Как вот, допустим, если вас учили, как что-то делать и так далее, войдите в какую-то группу, или найдите лидера, или найдите начальника, то уже это делают. То уже в этом насч quartz, который вы можете обучаться и так далее. То, если мы говорим найдите домашнюю группу, или ведите домашнюю группу, надо сначала, чтобы вам тоже показали, чтобы вы знали, как ведется домашнюю группу, тогда будет легче. Люди, тогда вы сможете тоже начать домашнюю группу. Или если мы говорим ведите games молитву, а ты никогда не видим, как ведется новашней И здесь говорится еще такой пункт. Почему люди не показывают хорошие результаты на работе? Во-первых, это подтверждение, то, что мы говорим по поводу информации и практики. Потому что не знают, что надо делать. Опять информация, да? Поэтому, если человек не знает, никак не может принести результат. Второе, не знают, как делать, что делать и как делать. Тоже информация, как делать. А потом, не знают, зачем это надо делать. Значит, не знают, зачем, не хватает информации, не хватает мотивации также. А потом, может быть, есть обстоятельства, которые просто не позволяют, которые не под властью, они не могут изменить. Когда человек не может что-то изменить, тогда он просто заложник. Но, в принципе, с Богом все возможно нам. Аминь. И теперь, следующее по теме. Насколько рекомендаций по подготовке людей? А, вернее, нисколько. Насколько рекомендаций по подготовке людей? Вы помните, тема наша, это лидерская, так? Мы говорим, как вы можете людей поднимать. Поэтому, как вам подготовить людей или поднимать людей? Во-первых, написано, хорошо, выбирай людей. Ну, как вам сказать, выбирать? Выбирать, да, это надо сейчас куда-то найти, чтобы его выбрать. Ну, с улицы не подберешь, да. Но я скажу так, по-другому. Чтобы выбирать, я бы поставил второй, первый. Я бы поставил второй, первый. Я бы сказал, сначала начни служить людям. А расчетности люди. Тоже быть любимым, то должен сам быть дружелюбным. То есть, начало любить людей. Показывай пример. Люди тянутся к тебе, когда ты даешь им дружелюбие. Когда ты начни самому относиться хорошо к людям. И тогда они начнут за тобой следовать. Из тех людей, которые за тобой уже следуют, тогда ты можешь кого-то выбрать. Зелать лидера и так далее. Вы понимаете последовательность, да? Следующее. Дай им инструменты. Ну, по-русски, как это лучше сказать. Дай им оружие. Дай им способности. Дай им оснащение. Да, дай им оснащение. Вооружить. Снарядить их. И вот это лучше. Просто снарядить их. Вооружай их. Следующее. Покажи им, как использовать. Как фактически эти снаряжения использовать. Как это оружие использовать. Как эти методы и так далее использовать. Покажи на практике. Допустим, я постоянно говорю о уединении, да? И многие люди думают, ой, что такое уединение? Страшно. Потому что они еще там не были. Аминь. Если там побудут с кем-то, допустим, уже легче будет. Следующее. Дай им знать, чего ты от них ожидаешь. То есть, если ты не можешь поставить задачу, если ты не сможешь формировать задачу людям, люди будут тебя подводить постоянно. Следующее. Наблюдай за ними и прислушивайся к ним. То есть, нужно не только быть инструктором, который только дает информацию и дает инструкции людям. И сам не выслушивай, как люди это понимают. Поэтому ты думаешь, что тебя люди слушают и поняли, что ты очень говоришь. Они слушают то, что они хотят слушать. Поэтому зачастую нужно выслушать людей обратно, чтобы понять, что они поняли. Если вы хотите быть лидером успешным, надо всегда давать задание людям и говорить им, чтобы повторили вам то, что они поняли. Если они не будут вам повторять, они будут делать то, что они хотят делать. не оставляй их, пока они не достигнут успеха. То есть, продолжай наставлять людей, контролировать, наставлять вести. И чтобы, а то ты думаешь, что уже получится, они сдались уже давно. Систематически проверяй, как идут дела. Видите, это то же самое. Постоянно высказывай одобрение и поддержку. Это нужно. Всем мы нуждаемся в одобрении и поддержку. Совместно с человеком, которого ты обучаешь, выберите, кого в свою очередь мог бы обучать он сам. То есть, чтобы он тоже имел практику. Аминь. Так, значит, это все под пример. Как показывают людям пример. Следующее. Делайся то, что подается. Измерению. Тут имеется в виду о том, что, во-первых, ты даешь людям информацию. Так? Во-вторых, ты показываешь им на практике. Третий. Выставьте им задачу так, чтобы они видели начало и конец. Чтобы можно было измерять это дело. Чтобы можно четко видеть. О, мне надо делать один-два. А мне на это нужно два часа. Мне, допустим, для этого нужно, допустим, позвонить. Или мне нужно, допустим, ну, зайти в гости. Или четко. То есть, чтобы люди видели конечный сел. То есть задачи, которые вы им даете. Если вы просто даете им абстрактно и в общем, очень часто люди не видят конец. И они не знают, смогу ли я, ну, посвятить мое время этому. Смогу ли я себе позволить это делать. Это не украдет мое время семьи. Или дома. То есть объемное. Надо, чтобы, ну, емкость делась. Была всегда известна. То есть, если, допустим, мы говорим, надо зарабатывать деньги. Как? Что? И за эти все сложности, эти все вопросы, многие люди отпускают руки. Но если они знают, пойди к кому-то, тебе все расскажут. Или продай квартиру. А он говорит, а как продать квартиру? Получается, я звоню туда, мне туда посылаю, посылаю. Мало кто может выдерживать. Отпадают на дороге. А если четко, вот это, да-да-да-да, и это, это. Он говорит, ага. Если я сделаю эти три шага, значит, все будет? Все будет. Я просто хочу знать, что если я эти три шага сделаю, значит, я получу то, что я хочу. То есть они хотят знать, четко последовать, но и конечный результат. Понятно? Поэтому нам надо знать, надо уметь вот так ставить людям задачу, чтобы было видно конец. Уже сейчас. Даже сам Бог говорит, что я есть алфа и омега. И зачастую Бог сначала рассказывает нам, конечный итог, куда мы даем. И он даже детали, можно не рассказывать, но он показывает тебе конечный, чтобы ты видел, что все хорошо будет, все закончится хорошо, чтобы ты мог иметь терпение идти дальше. Понятно, нет? Поэтому для того, чтобы можно вот так ставить задачу, какие они должны быть, как мы должны эти задачи формировать. Формировать. Во-первых, они должны быть конкретными. Во-вторых, они должны быть измеримыми. В-третьих, они должны быть достижимыми. То есть не надо ставить людям задачи, которые нереально. Надо, чтобы человек знал, что это нормально, это могу, это смогу, это делать. Поэтому надо ставить задачу порой по силам людям. Потому что кто-то видит, что он может больше, для него это достижимое. А для кого-то, наоборот, надо уменьшить это, чтобы он увидел достигаемость дела. Следующее, это уместными. То есть, подходит ли это дело или нет. Следующее, надо, чтобы, да, чтобы этот человек мог нести это дальше. Не просто, как говорит, что, она, чтобы вы мне рассказали, как мне теперь кому-то рассказать. А надо так рассказать, чтобы он настолько это усвоил, чтобы он сам мог кому-то это рассказать дальше. Чтобы ему было удобно это делать. Следующее. Конечно, надо, чтобы это было библейское, чтобы это не было задачи, не было против воли Божьей. Итак, следующий пункт, четвертый. Если мы хотим иметь результаты, помните, нужно делать информацию давать. Потом на практике показывать. А потом надо давать четкие, измеримые, емкие, то есть задачи. Теперь, четвертый, это нужно уметь. Если вы хотите иметь, слушать, это самый, наверное, важный пункт. Если вы хотите иметь результаты по своей жизни, а не просто ходить и бегать, и засраться по жизни, вам нужно научиться конфронтировать. Что такое конфронтировать? Это значит, что умение порой сказать нет, чтобы они оставались там, где, чтобы они застраивались в пути, жизненные пути. Чтобы они, ну, чтобы не получилось, что, вот, допустим, пошел на работу, да? И из-за того, что неудобно уволиться, неудобно, это самое. Ты ходишь на эту работу 30 лет, толку нет, ты не очень, что это неудобно, и так и ходишь. То есть нужно воспитывать в себе такой, ну, качественного характера, когда ты сможешь сказать, Ребята, это не пойдет, мне это не нравится, я не буду молчать. А что большинство людей? Не нравится? Не молчить. Они не боятся конфронтировать, потому что боятся, подумают, обо мне плохо, или дело развалится, или если ты знаешь, что нету перспективы, не бойся портить отношения, не бойся сказать. Потому что очень часто даже многие люди не конфронтируют и не могут оторваться. Почему? Потому что они постоянно думают, а я не хочу портить отношения. Все равно это отношение попортится, потому что это только попортится еще с болями, еще с большими, хужеми результатами, потому что ты не делаешь вещи вовремя. Поймите, друзья, если вы не сможете конфронтировать, ничего не изменится. Допустим, вы живете с человеком нерасписанным. Как это называется? Гражданский брак или блуд. И вы говорите, но он обещает расписаться, но у него квартиры нету, но он нарушает человек, но у нас общий ребенок. Но разные какие-то ерунду. Ведь ты можешь вот так 30 лет жить, а потом, когда тебе уже 50, он говорит, бабушка. До свидания. У меня есть молодая. Иди гуляй. Мне молоденькая нужна. Так и происходит. Так и происходит. Зачастую так и происходит. Вместо того, чтобы я тебе конкретно поставил, чтобы вы разбирали ваши отношения. Ой, ну я попозже скажу. Ой, я потом скажу. Ну подожду пока это самое. Это проблема. И то же самое по работе. Многие из вас, вы видите, что человек неэффективный. Он не делает то, что ему от него требуется. Но он верующий. Он из церкви. Не хочу обижать. Не хочешь обижать, ты будешь уроны терять. Убитку носить. Или наоборот. Ты ходишь на работу. Начальник. Эта работа. Ты же знаешь, что это не то. Или начальник не устраивает. Или то. Дейти носки не устраивает. И ты туда. Ну. Гробишь. Годы. Годы гробишь. И говорю, ну как, ну можем что-то изменить. Слышь, ничего не изменишься, пока ты сам не конфронтируешь. Само по себе ничего не меняешься. Чтобы вы знали. Эй, празднись. Ни шиво само по себе не меняешься. Пока ты не станешь и не скажешь нет. И не поставишь жесткой конфронтации. Ни шиво само по себе не меняешься. О, я пополчу отношения. Пускай сейчас пополчу. А чем когда тебе уже будет 60 лет пополчу. Когда уже не успеешь ничего делать. Поэтому многие из нас, результаты нет, но мы не потерплю еще. Результаты нет, но еще не может быть. Но может быть. Результаты нет, но еще не посмотрим. Результаты нет, уже все сидимы стал. Результаты нет. Это очень важный момент, потому что многие за шестую не можем говорить правду. Итак, жены мучаются даже в семьях, и так мужья мучаются в семьях, не могут говорить правду. И говорят, ну само собой, может быть сам Бог откроет. Бог, у него нет рта. Его рта, это твой рта. Бог на небе сидит. Губы, его нет, и языка тоже нет. Сам, скучи. Написано, что мужик умирается только один раз. Поэтому пускай будет сметь, один раз наступает сметь, не в дважды. Все. Ничего не будет. Вот это очень важно. Но здесь хороший пункт. Слушай конфронтации, проверь себе. То есть нужно уметь правильно конфронтировать. Нужно иметь, ну, может быть, не самое лучшее слово конфронтировать. Как по-русски можно сказать. Конфронтации. Самое, конечно, такое шокки. Самое. Оставить, наверное, свою позицию. Да? Оставить свою позицию. Оставить. Вот, остаять. Вот. Как можно правильно остаять? Надо уметь правильно так конфронтировать. Оставить. Перри пункту. Надо себе задавать вопрос. Сразу ли я пошла на конфронтацию? То есть надо всегда давать людям chance. Ну, думать. Може быть, вот. Ни зея, многовено, что ты не правильно, что ты сделаешь? И сразу, что ты не проверил. Може быть, я неправильно видел, может быть, я неправильно понимаю. То есть, не надо, ну, быть слишком агрессивнее. То есть, хотя бы один шанс надо дать человеку. Я лично всегда даю людям три шанса. Но на четвертый раз, все, это уже все. Конец. Но не давать шансу жизни. Следующее. Адели ли я личность человека от его неправильных действий? То есть, допустим, однажды, я разбирался с одной, ну, с одной сестрой в церкви, упал в грек, там, блудил, и пришла, и говорит, пастор, вы теперь не будете, вы меня теперь уже не будете воспринимать, вы теперь меня не будете любить. Кто тебе сказал? Все. Решили вопрос. Я уже не помню. Я уже забил. Я уже не помню. Все. Мне нужно просто, чтобы мы решили вопрос. Показалось. Все. Я уже не помню. Себе смотрю, как я раньше, как будто ничего не было. Потому что Бог есть такой тоже. Мы должны людей ненавидеть или на людей что-то держать. Мы должны уметь различать людей от их поступков. Мы осуждаем поступок. Мы осуждаем грех. Но людей приближаем. Любим людей все-таки. Понятно или не совсем понятно? И надо уметь это делать. Любой человек может спотекаться. Но если вы будете смотреть на человека как плохой, значит, вы в корне правы. Потому что получается, что нету плохих людей. У каждого человека есть хороший. И плохой каждый способен делать. Но изначально Бог создал по образу и подобию. Изначально Бог создал нас хорошими. Написано, Он посмотрит на его творение и говорит, что он хорош очень, весьма. Поэтому человек изначально хороший. Но дьявол потом это все и коровое, и плод плохой. Плод плохой. Человек хороший. Поэтому человек может жить либо по-плохому, либо по-хорошему. Но нельзя сказать, что человек просто плохой. Поэтому мы видим его поступки. Плохой поступок. Мы его обливаем. Если он меняется, значит, он может стать хорошим, у него шанс. Но если он не меняется, он на самом деле плохой. Но я сужу его конкретно сейчас по этим плодам. Если я смогу от него отделить этого греха, то тогда он хороший. Если я его не могу отделить, если он еще связан с этим, тогда он плохой. Но мы должны знать, что люди сами хорошие, по сути. Люди, они просто делают что-то плохое. Не понятно совсем? Любить человека, даже если он продолжает делать плохое. Любить его, как его суд он нарушит. Он Божье творение. Любить его, как суд, как человека. Но не надо обнимать и не надо принимать его поступки. Это важно. Потому что если это у вас не будет, я вам скажу, как опытный пастор. То вы будете постоянно в расстройстве жить. В обиде жить. Вы будете постоянно жить в унене, депрессии. Вы будете постоянно жить в каких-то... Ну, у вас рано будет, дискомфорт будет. Допустим, кто-то... Вы бы ко мне подошли вчера, да? Говорили, что... О, пастор Борис, на вас это самое. После того, как вы говорили, я хочу, чтобы у вас была... А я говорю, а у меня? Все. Вот я это говорил тогда. Все уже. Для меня он уже товарищ опять. Только я ставлю границу, чтобы не нарушить, чтобы не повторить то, что делалось. Но как человек, это самое, класс, как будто он вообще ничего не делал. Вот я такой. И я думаю, что я благодарю Бога, что у меня такое сердце. Потому что если бы не так, столько людей обижают. Можно было бы уже могилу идти раньше времени. И с таким отношением, вы можете всегда жить в мире в семье. Не смотреть на мужа или на жену, как он мог, ну как он мог, ну он сикой. Он же у тебя делал, но это не он. Разделить позитивно. Разделить. Между 10 человеком. И поэтому, когда вы конфронтируете, вы конфронтируете не его как личность, а его грех. Понятно? Следующее. Разбирался ли я исключительно с тем, что человек способен изменить? То есть надо, ну, разбираться, если разбираться, да? Надо разбираться с тем, что человек может изменить. Он силен что-то изменить. Допустим. Ни которые люди говорят. Ну, я помню, я жил в Апши-жите. И кто-то говорит. Смеюса постоянно. Это мой одноклассник. Он вообще не тоже одноклассник, однокомнатный. Ну, живу со мной, комнатный. Смеюса постоянно. Ну, что он сделал такое? Я даже не знал разницу тогда. Он говорит, это же жид. А что такое жид? Это жид. Посмотри, он не красивый. Я говорю, я их не люблю. А почему? Они не красивые, я говорю. Потому что они спят с друг другом, с сестрой, поэтому они получаются не красивыми. Я говорю, слушай, можно смеяться? Можно осудить человека за то, что он сам виновный? Что он может поменять нос, а он не поменял, да? Он может зубы чистить, а он не пошистил. Я говорю, посмотрите на меня тоже кожей. Это же негры. Я их не люблю, не воспринимаю. Куда ты ходишь в церковь? Негры. Но зачем вы мне? Вы меня, ну, как это, не то, что унижаете. Вы, 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 вы... Я урок, говорю, что не надо, как пример, что не надо людей конфронтировать и осуждать или судить по тем вещам, которые они не усилия. Не подвластив им. То есть, ты говоришь, вот, фигура у тебя такая. Я не могу 20 сантиметров добавить себе. Даже 2 сантиметров не могу добавить. А я люблю высоко. Ну, шубь не тебе делать. Ну, шубь не теперь уже делать. А я вот худых люблю. Или, ну, ну, шубь не уже. Хорошо, могу ходить в фалс-порт-зал. Могу не кушать, но умру. А живой клопайте-то. Очень-очень-очень рада и признательна, что вы есть в этом мире. Очень жаль, что я не признавалась до сей поры, что вы действительно негр. Да, честно говоря, немножко противостояло этому миру и моему сознанию. И сейчас я очень рада вам. И очень рада, что вы есть в этом мире. И вы радуете своим присутствием, своим словом и несете Слово Божье в этот мир. Дай вам Бог и нам тоже. Будем благословенны. А вы сколько здесь? Я буквально неделю, неделю назад только пришла только к Иисусу. И, слава Богу, познала благодаря вашей церкви. Благодаря, наверное, Духу, который царит в вашей церкви. Всегда противостояла против этого. А на сей день дай вам Бог всем. Будьте благословенны все присутствующие. И дай Бог вам всем, что мне дает Бог от этой церкви. Аллилуйя! А как вас зовут? Майя. Майя? А вы из какой церкви? Кто ваш пастор? У меня пастор Юрий. Юрий. Николаев. Его фамилия есть у него? Первый раз. Первый раз? Да, первый раз я у него принимала и через вашу книгу... А у него фамилия есть какую-нибудь? Да нет, у меня только телефон мой. Нету, да? И вы знаете, через вашу книгу, собственно, честно говоря, Иисуса Христа, как такового, я, ну, понимала, что есть, и до сей поры никто мне не дал ответ, действительно, был он или не был. А вот вашу книгу прошла Иисус, которого ты не познал. И, честно говоря, за свои годы, столькие годы мыторствования, искания истины, и я нашла ее здесь, и именно в этой книге. Аллилуйя! Слава Сандею и его церкви! Прославляю его в два веки веков! Пусть старствует и дарит мир всему миру! Будьте благословенны! Спасибо! А что вы хотели сказать? Да, слава Сандею на самом деле! Майя, мол, я так рад за вас! Потому что это искрена! Теперь вам придется мне помочь, менять общественные мнения! Потому что менять камня и готовить за прессой! Город! Да? Ужас! Потому что они меня не знают! А теперь вы познали? Вы говорите уже слава Сандею! Видите? Да... Теперь нам надо это... Видите, некоторые даже видят мою книгу, даже не берутся брать в руки! Видят фотографии, это Сандею ой, гипнотизирует! Да, нас рады за вас! Окей, дальше! Пять минут осталось, поэтому... Здесь у нас есть метод, который считает... который считает счастливный! Хорошо! Конфронтация! Вы будете сами уже пункты считать дальше! Кроме конфронтации, люди имеют результаты и производят результаты, когда они знают, что их дела, что они занимаются, вознаграждены будут. Когда они знают, что будет результат. когда человек понимает, что будет плод или будет вознаграждение, они как бы с усилием и желанием как-то стимулируют их, они более это самое делают. поэтому лучше людей стимулировать награждением, вознаграждением каким-то. Результат вознаграждается, а не усилием. Это тоже важно, что люди должны... Но люди получаются стимуляции на то, чтобы производить результаты, потому что они знают, что их будут награждать. Но какие бывают допустим стимуляции и какие бывают способности, как это называется, побуждение, чтобы люди действительно произвели результаты. Будьте искренними с людьми. По возможности и квалитории. Вот как Майя меня сейчас поквалила, вот результаты делают. Квалитории в глаза, квалитории на людях, говорите людям конкретно, и подкрепите ваши слова делами, выражая по квалипис, спиндал. Вот, но мне очень нравится еще одна тема здесь, очень нравится, потому что это делались исследования по всему миру, сами 500, вы наверно слышали, 500 самых выдающих, самых успешных компаний мира, да, Forbes делает. И в результате эти исследования вот вывелись такие пункты, что они имеют общее, эти все предприятия, что позволило им им такие результаты, почему они имеют результаты, результативности. И наука, эта наука, эта социология утвердила, что эти все компании делали эти пункты. И если мы будем делать эти пункты, то мы можем достигать тоже результаты. То есть, помните, если принципы, жизнь предсказуема, помните, если мы будем знать принципы, и мы будем это тоже повторять, мы сможем тоже иметь такой же результат, который кто-то когда-то имел. И какие, чтобы быть плодовитыми в жизни, чтобы жизнь наша была плодовитной, какие еще принципы нужно иметь? Во-первых, надо настраиваться на то, чтобы быть лучшим. Здесь написано превосходство, превосходный дух, надо что иметь. Надо быть лучшим. Это Библия нам говорит об этом. Он говорит, что вы будете главой, а не хвостом. Если вот все, любая фирма, любая церковь, любая организация, что-то может быть лучшим. Даже если он не будет лучшим, то он какой-то результат будет иметь. Это если человек стремится, это так говорится, что если ты хочешь попасть в Луну, стремись к звездам, к звездам. Потому что он намного, сотни раз дальше. Если ты не попадешь к звездам, ты хотя бы попадешь на Луну. Следующее. не будьте непосредственным, не довольствуйся непосредственностью. Это посредственностью, слушай. Не довольствуйтесь посредственностью. Не довольствуйтесь посредственностью. То есть не будьте средним. Многие люди успокаиваются на то, что у меня здесь человек 500 есть. Неплохо. 200 человек неплохо. Но будьте но стремитесь к тому, чтобы быть только первыми, а не последними. Больше, вещи. Будьте прагматами. Следующее, все компании, все люди, все группы, которые достигают какие-то успехи, они имеют такое же качество, как они преданы достижению силы. Они преданы. Будьте преданы. Будьте на 100%, ни на 90%, ни на 99% даже, будьте полностью преданы силы. И тогда вы можете достигать силы. Следующее, на пути достижения силы, будьте порядочными, потому что за вами наблюдают. Если люди теряют у вас веру, все, вы теряете возможность продолжать достигать силы. Поэтому порядочность нужна, чтобы сохранить людей и сохранить темп. Следующее, проявите уважительные отношения к людям. Потому что через людей вы... Ну, если вы производите товар, вам нужны клиенты. Если будет хорошее отношение к клиентам, они будут возвращаться. Если вы музыканты, все равно надо аудитория. Если вы проповедник, надо приказать, пускай у вас будет хорошее отношение к людям, уважение, уважительное отношение к людям. Тогда через этого люди будут подниматься. дальше. Но следующее, здесь написано, проходи второе поприще, я по-другому скажу. То есть, нужно быть готов идти лишние мили, ну, лишние, дополнительные километры. Если вас попросили сделать работу до восемь часов, а вы готовы работать до десять часов. Если вы говорите, вы пони работе на пят, а вы хотите его на десять. Вы поняли, что вы решили? То есть, будьте готовы идти лишние, что-то, что-то больше, чем требуется. Если вы будете таким, все люди, все компании, которые всегда так делали, они всегда имели результаты. Следующее, никогда не переставайте совершенствоваться, совершенствоваться, улучшаться. Вчера хорошо, но сегодня я могу еще лучше его сделать. Проверяйте то, что вы уже достигли, и как можно, и пути его улучшения каждый день. Следующее, выкладывайся, самоадача. Пускай самоадача у вас будет не сто процентов, а сто десять процентов. Следующее, не делай косметические, ремонтов, написано, ремонтируй капитана. То есть, но не надо поверхностной. Не делайте дела на поверхностной. Не делайте дела поверхностной. Делайте его глубоко. Все, что вы делаете, делайте кашесвена. Следующее, посвещай себе тому, что делаешь лучше всего. То есть, найди, мы все, мы можем много чего делать, но найди два, из десяти, что у тебя больше всего получается. И посвяти больше, 80% своего времени того, что у тебя лучше всего получается. Там будут лучшие результаты. Не убегайте от давления. Это следующий пункт. Давление формирует нас, формирует наш характер и делает нас способными справляться с будущими ответственностями. Следующее, будь последовательным. Это значит, что пускай твое да будет да и твое нет будет нет. Следующее, делай все как для Господа. Ну что, пять минут вообще, ну, это самое, справился? Ну, слава Богу. Спасибо, пастор. Вам здесь передали записку. Если, да, если вы не возражаете, я вслух ее прочитаю. Пастор, спасибо, что вы учите. Мы за вами соскучились, ваши лидеры. Это действительно было благословение для нас. Тогда у меня такой вопрос. У меня такое было приложение закончить эти уроки в четверг. Нормально? Да. Завтра закончить. Не для кого-то завтра, но я думал в четверг закончить, да? Полностью. Чтобы мне, обычно они заканчивали пятую субботу из-за того, что вы приезжали и это самое, и это самое. И если мы закончим это дело в четверг, нормально? Хорошо. Теперь у меня такое к вам объявление. Напишите это себе. Я хочу утвердить Нобелевскую премию в свою, в христианство. Я хочу утвердить свой Нобелевскую премию. Кто из вас слышал, что я начинал новое служение в Америке? Кто слышал? И одно из гранд этого служения это по поводу вот этого служения, оно будет иметь разные грани. Церкви будут расти, ну, будут подниматься в церкви, будем, ну, разные вещи делать. Но одно из граней этого служения это то, что Бог мне это дал на сердце. Утвердить Нобелевскую премию для христиан. Во всей сферах, в семи сферах влияния духовность и социальность это самое, в правительстве и политике, в экономике, в средствах информации и я буду врушать. И когда я умру, через 500 лет я буду еще жить, потому что буду продолжать врушаться. Это правильно? Я говорю, серьезные вещи. Серьезные вещи. Какая у меня идея? Какая у меня просьба к вам? Может быть, кто-то войдет в историю? Какая у меня просьба к вам? Я сейчас дал задание людям в Америке сделать дизайн. Что-то, которое не просто кубку или бумагу, или диплом, или подиаку. или что-то. Но мы будем его выразить. Но надо как-то делать символику. Это будет называться, напишите себе, как оно будет называться. Творцы истории. Подарок творцам истории. Люди, которые меняли свой мир. Люди, которые писали новую историю. Я хочу их находить, выявливать. Но которые меняли свой мир благодаря принципам Сасва Божьего, мы будем искать и по себе миру выявлять и вручать. Понятно? Нет? И это будет называться премия творцов истории. Творцов истории. Премия творцов истории. Творцов истории. А? Творцов истории. Творцов истории. Вот. Поэтому давайте мне нужно завтра или послезавтра, чтобы вы принесли бумажки. Вы написали идеи. Что туда должно войти? Может быть глобус, может быть рука, может быть бог, может быть, я не знаю. Нам нужно сейчас идеи давать, и они будут изготавливать. Вы поняли, что я имею видео? Подавайте мне разную идею. Не только искус, просто идею. Если кто может делать искус, я лучше. На это недели мне нужно надо пиатрисе. Спасибо. Спасибо.